Вышение угла всегда какое-то необычное. Все необычное, все необычное. Я выкрою все-таки от гушекеля. А здесь, смотрите, угол. Угла нет как такового. И что происходит? Угол вовнутрь. Что происходит? Пространство вдруг затягивается сюда. Правда или нет? Это так называемое арт-деко. Арт-деко... Нигде, конечно, это деко. Поверьте, человек, который занимается у меня первым танцусом, а первое место — второй танцусом. Так вот, вот этот вырезанный, практически вырезанный угол — это такая очень интересная находка. Но если бы не было этих стяжек, то безобразно. Поверьте, смотрелось бы очень хорошо. Смотрелось бы ровно так, как и Хэп Шоу, а Картрейн. Щитбой и Гольфрейг. Смотрелось точно так же, как и Баня Кузова. Ну, и Баня, там, а это безумативный доходный дом. Вообще-равно, в Киевинском районе, это вот на рождественнике, на луги рождественнике театрального проезда. Там есть пейдушный союз, пекушек построят. И он такие приятные, очень красивые колеси. И вот с этим песчаником замечательно смотрится. именно черные границы. Все такое замечательное. Арт-де-ко, по большому счету, там, что называется, арт-де-ко, что называют фантазы. И здесь будем считать, что все упомяло. Двусловно. Просто выглядит. А вот именно. И я, наконец, скажу, что с вами пошел, поскольку мне его сейчас. Будем в Комниках. В Комниках состоялся. Он здесь русский. Обратите внимание. Обратите внимание. Да? Такое ощущение, как будто его не пустили. Знаете? Он здесь постоянно. И значит, как здорово. Постоянно. Но, в принципе, он здесь. Постоянно. Постоянно. Он здесь. Он здесь. Он здесь. Он здесь. Я прошу прощения за то, что он, может быть, несколько склонный. Понимаете? Я, как тот же самый, не дай бог сравнивать с Шехтерем, как архитекторы в данном случае, я, понимаете, в чем дело. Я, по-моему, буквально скован тем, той программой, которая мне дается обязательно вот в этом проекте, выход в город. Поэтому я обязан показать то, и не другое, и не иное. Перед нами здание, в котором, правило, после некуда жить, не кто-нибудь, а Валентин Серов. И, что касается Серов, если можно два слова о Серове, о самом Серове, о Валентине Серове, это человек, который, к сожалению, скончался ночью парадом, и сделал выполнение всего того, что это артипортрет. Посмотрите. Замечательный такой художник. Очень замечательный. Торректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вид здания, общая идея теряется Чего никогда нельзя сказать о шехтере Здесь это, так называемый, доходный дом шеншина Посмотрите, обратите внимание Тут очень интересное Позвольте пройти Посмотрите, обратите внимание Для шехтера вообще характерно, что у него Вот что-то типа Это всегда другого цвета Но здесь он тоже не удержался от этого Доходный дом, это вам не Не ниша такой программный Там, где можно Разойтись, размахнуться Показаться всю свою Свою уголь Чехолестую Как, скажем, в купеческом доме В малом чертахском переулке Это дом купеческого союза Там и денег выделялось много Это нечто такое помпезное Это должно быть власть И власть денег И влияние Турцов В столице города В столице России показать Купеческой столице России показать А здесь все у нас все Доходный дом Но тем не менее Как прекрасно Как великолепно Используемые самые стильные Сударственные средства Как прекрасно Великолепно Решает поставленные перед ним задачи Посмотрите, как он Создает Ну, во-первых Давайте с архитектурных деталей Тетя эрхи Нижняя часть эрхи Она обращается Личневыми Как листьями репейника Листьями репейника Вообще репейник Это самый-самый Излюбленный мотив У тех архитекторов Которого мы относим К стилю модерна Самый-самый Что ни на есть Во-вторых В данном случае Он чисто Противопоставляет Решает проблему Выделения нижних этажей Вот Таким образом Что он Меняет Меняет свет Нижнего этажа Более того Очень хорошая Света Солнечного погода Стоит за то время Герас в этой селе Почему? Чем художник Чем художник Именно художник Наверное Архитектор Каким образом Он добивается Обратить внимание На окна второго этажа А не Полукруглые Заканчивается Аречка И сочетание Сразу бьет контраст На свет и тень Верхний пассажер Который абсолютно Абсолютно Прямоугольный Создается впечатление Дело в том, что Мало 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 Что У нас Есть Деприде Да У Чем Нижний пассажер Для того Чтобы Показать Что Взади Видите Стремится Вверх И Позиционно Все Растет Вверх Почему? Потому что В те самые времена Ну не было Таких высотных Взади Как у нас Сегодня 238 метров Здание Университета Да Самая высокая Взади Там Ниндзе А здесь Тоже Высоченные По тем временам Он еще Более Высокая Кажется Ну и Сами понимаете Самое Интересное Пожалуй Еще Расположение Вот этих Самых Симметричное Расположение Веркеров Которые Чередуют Чередуют Независимые Переприсы Есть Независимые 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 А есть Вертикальные Вот здесь Все Тут Надо Заблести Рациональное Соотношение Между Той И другой Ритмами Так Чтобы Одна Не сдавила Другой Всегда должна Приводеться Вертикаль Чувствоваться Здесь Минимум Украшений Притом Притом Замечательно И Конечно Вы По особой Внимание Китар А Смотрите Какое Вертикальное Вертикальное Весьма Оригинальное Вся Столярка Здесь Столярка Вертикальное 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 Все предусмотрено. Сегодня что у нас мы получаем? Обычную коробку строят, бетонную, говорят, вот мы построили бетонную коробку, имеется в виду, монолит, да. А сами вы там планируете, какой-то Шехтер, занимался, ведь он поначалу был все у нас без стратегии, он не был архитектором, он не доучился на архитектора, и он не имел править, как и архитектор, поставить свою подпись. И дом Игумнова, наш известнейший сегодня французское посольство, внутри его проектировал Шехтер, только снаружи ярославский архитектор. И вот что самое интересное, вот это вот может быть с одной стороны необходимость, невозможность снаружи оформить здание и быть ведущим архитектором, да, она может быть подвигла его. Ну и вообще это ведущая, это тенденция внутри стиля модерна, когда исходит всегда из внутреннего объема. Подворье у нас подходит, и одно из этих подворек, это что иное, как подворье, вот это, как называемый Александр Собода. Александр Собода, это ревенция Южного города, в конечном, и вот эти палаты, это не что иное, как подворье. Он был, боже упаси, монастырь до сих пор находится на территории резиденции Ивана Грозного. Я сознательно не называю его с Пенской, но вовсе не надо запоминать. Самое главное, это бывшая резиденция сегодня, это монастырь. И с конца 16 века это тоже монастырь. После смерти Ивана Ивановича, сына Ивана Грозного, он туда больше никогда не обращался. Но у каждого монастыряда есть свое подворье. Суперерализация, особенно доходные, так называемые, доходные домашние. То есть, в конечном, в монастырь и монастырь, таких подворье было очень много. Но здесь оно, вот посмотрите, не развитое, это, по всей видимости, палаты. В подворье обычно сдавались наемы. В наем для того, чтобы получать доходы какие-то. Монастырь должен как-то существовать после того, как в начале 16-го века, в 17-го веке, в 17-го веке, когда все было в Теренок, когда вот эти вот самые поместья, то есть, что такое монастырь, монастырь и крупнейшие феодалы. Кроме всех феодалы, до такого периода спор между Иосифлярками и Замокомстанцами подложили на 18-го веке. Вместо того, что в Тереноке, в городах, где их подворье, в городе, создавали экономическую основу для существования и тех самых монастырей, как с монастырей, и они прямо идут туда, где я поверю. Такая сложная ситуация, но так придача, так получается. Что касается, ироны, 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 ироны. Это не я, скорее, как повторяю, ироны, а ироны, ироны, ироны. Страшное время. Как он гармонирует здесь? Артитектом Нейстер. Нейстер? Нейстер? Нейстер. 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 а вот а когда он не хотел боялся полу 28-27 года его сутку на ламото отправляли и никто не будет понятно что Они сейчас смотрят, здесь живут высокие. Об этом зависит хорошо. Об этом технологии. Об этом тоже обязательно поговорим. Но самое главное, здесь жил в советское же время. Замечательный, потрясающий. Да? Телорист и диверсант. Сильный Рейдинг. Да, только что он самый. Сильный... У него было много псевдонимов, но в эту историю он вошел именно так. Солнце можно здесь, да? Что-то там выезжает. Давайте сюда пойдем сюда. Вот есть прекрасная возможность. Смотрите. Давайте все... Не-не-не, сюда-сюда-сюда-сюда-сюда. Давайте вот сюда. Давайте посмотрим пока открыто. Смотрите. Видите, какое здание красивое. Нет-нет, отойди, дорогой. Я не знаю. Выказывала там... Я не знаю. Деньги выводят. Это опасно стоит. Пока будет открыто, любуйтесь. А что там? Главное. Шереметевский герк вон там. Я вам потом... Вместо того, чтобы показывать вам картинки, я вам покажу... Вот видите, какая счастливая возможность. У вас есть возможность смотреть на... Да-да-да. Это доходные дома, в которых жил Рейли. А это дома, в которых в свое время, уже после того, как, будем так говорить, в конце 19 века здесь располагалась городская дума, государственная городская дума города Москвы. Здесь располагался Ахотничий клуб. Здесь Капабланка, еще не будучи, в 1914 году, еще не будучи чемпионом мира, он здесь давал показательные выступления. Здесь Алёхин выступал. Наш знаменитый шерематист. И так далее, и так далее. Здание очень интересное. О нем чуть позже поговорим. А сейчас, в начале агниверсации. Все, что покушение на Мирбаха. Убийство Мирбаха. Покушение на Владимировича Ленина в 18-м году. Все его рубило. Но самое интересное... Я так встану, чтобы надо было видеть. Он завербовал не кого-нибудь, а секретаря ЦИК Стрижевского. На него были выписаны документы, действующие, настоящие документы сотрудника ЦИК, сотрудника ЧК. Он мог свободно проходить в Кремль в советское время, представляете? А за его голову уже была обещана огромная сумма денег. Это он, под видом сербского офицера... Извините, если можно камеру, так чтобы я не подам. Это он, под видом сербского офицера, через всю Россию провез Хеленского в Мурманске. Представляете? Это гений. Гений диверсионной работы. Именно диверсионной работы. Вот специалисты все... Не важно, это враг или не враг, все равно. Специалисты восхищаются его... Можете себе представить? На... Это как издевка. На пропуске было написано... Сидней Релинский. 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 При всем при том, что за его голову обещанную награду. И, в конце концов, его выманивают из Финляндии. Но на всякого мудреца, конечно, есть... Вот, Благоматерь за нас волит. Вот эти руки, она волнувся за нас. Такое... Знамение... Церковь знамения, один из самых лучших. Сейчас буквально две секунды, чтобы не стихаться с близких платьевом. Потому что очень мало времени осталось. Давайте с вами поговорим об архитектуре. Что это такое? Короче, не спустим. На этом месте... Это место переходит в владение вначале Кирилла Плуэктовича. Это батюшка Наталья Кирилла Натарычкина. Матери Петра Первого. Второй жены Алексея Михайловича. Русского царя. Второго царя из династии Романа. И... От Кирилла Плуэктовича... Почему к льву Кирилловичу? Почему к этому молодому? Молодому человеку, которому было 18 лет, в 1682 году. Страшные события его. У братья Ивана и его фантазии. Как они пали жертвой. Как Атамон Матвеев. Я обычно в Библии иногда показываю. Говорим, вот вам Красное Крыльцо. Оттуда сбрасывали. Атамон Матвеева. Там Аветки и Кириллов. И так далее, и так далее. Все спрашивают. Говорят, ну, подумаешь там... А, внизу постояли. Стрельцы с бердышами. Шинковой. Шарль Ваи построил, помимо всего прочего. Он никогда не был в России. Но по его проекту якобы построили этот дом. Так вот, он построил... Вот этот самый театр. Театр Адуон в Париже. Может быть, кто-то помнит. Бывал здесь. Но я наряду с Гранд Опера. Это один из главных театров Парижа. Это вот Шарль Ваи. Шарль Ваи по коже, в общем-то, да? Колонны и так далее, и так далее. Портик такой очень интересный. Кожий пионический. Сейчас мы посмотрим. Нет. Здесь Дорички. Дорички. А здесь, вот это было интересное издание. Это главой издания. Говорят, что Кваренгиев. Ну, на самом деле, никакой не Кваренгиев. По большому счету, по всей местности. Так же, как здесь. Шарль Ваи, он никогда не был в России. Он собирался, его пытались вынуть. Но он не приехал сюда. Как бы хотел здесь. Не Кваренги, а, может быть, Каргунова строил. Это владение Шереметьевым. Николай Петрович Шереметьевым. Историю, связанную с... Я обычно начинаю с того, что спрашивает. Наша прима первая. А что, могут королевы? Могут, да? А что они не могут? Нет, за твою жизнь. Это, товарищи, владельцы. Слышали эту историю с Николаем Петрович Шереметьевым? Рассказывать не буду? Да. Или надо? Не надо. Не надо. Рассказывать не надо? Рассказывай не надо. Да. Ну, скажи не надо. Продолжение следует...